МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии ТТВ «Бабаян». И смотрите сегодня. Положительные изменения в регионе, реализация нацпроектов и экономическое развитие. Основные темы деловой встречи губернатора Самарской Узбеки Дмитрия Азарова и полномочного представителя президента Российской Федерации в Привозском федеральном округе Игоря Комарова. Экзамены и аномальная жара – не лучшая пора для выпускников школ. Какие условия сегодня обеспечены в общеобразовательных учреждениях для комфортной сдачи ЕГЭ, выясняла наш корреспондент. Обновили исторические экспонаты. Благодаря помощи корпорации «Тольятти Азот» парковый комплекс истории техники имени Сахарова смог отреставрировать технику. Проявила смелость и направила полицию на след преступников. Сотрудница банка помогла пенсионерке сохранить свои сбережения, которые та по доброй воле чуть не отдала мошенникам. Социально-экономическое развитие региона с учетом ограничений последних месяцев. Этой теме была посвящена двусторонняя встреча в Самаре. В ней приняли участие полномочный представитель президента в Привозском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Рад быть здесь, на Самарской земле. Нас не раз видели здесь в феврале, когда проводили совет. Понятно, что за это время много событий произошло. В основном перерыв связан с ситуацией, которая возникла в эпидемиологической стране и в Самарской области. Но сейчас нормализуется ситуация. И вижу, что принимаются все меры к возвращению нормальной жизни. И стройки возобновились, работа предприятий тоже восстанавливается экономика». Значительную часть встречи стороны посвятили реализации нацпроектов на территории Самарской области. Как отметил Дмитрий Азаров, несмотря на ограничения, работа по всем объектам идет либо по графику, либо с некоторым опережением. «Мы по всем объектам нацпроекта движемся ритмично. Мы стройку практически не останавливали. Неделя была первая, нерабочая. После этого везде строительные объекты двигались. Это позволяет нам по первую очередь объектам национальных проектов идти либо в графике, либо даже с некоторыми опережениями. Например, по дорогам, мы отмечены были отдельным Министерством транспорта Российской Федерации, как один из самых успешных регионов по строительству дорог, ремонту и реконструкции». Существенную поддержку регион получает из федерального бюджета, что способствует восстановлению экономики. Сегодня для правительства Самарской области это приоритетная задача. «Значительные средства из федерального бюджета выделяется. Вас поблагодарили за поддержку. В том числе мы сейчас дополнительные средства с 2021 года переносятся на год 2020, что, конечно, очень важно в этих условиях. Но вот, к сожалению, сейчас мы фиксируем, конечно, за период с марта по июль определенное падение по индексу промышленного производства. Проводим встречу с руководителем предприятия, с трудовыми коллективами на предмет дополнительных мер поддержки. Есть вопросы, как и в других регионах, конечно, по увеличению безработных и фиксируемой безработицы. Мы более подробно здесь тоже о своих мерах доложим. Конечно, очень важно, что те решения, которые принял президент, они стабилизировали рынок трудовой. Мы это видим». Игорь Комаров также отметил важность принятых главой государства мер по поддержке экономики. «По показателям за первые полугодия видно, что серьезная помощь была оказана правительством Российской Федерации по субсидиям, по поддержке и занятости бизнеса, по мерам к малообеспеченным, кепитам семьями, по малому бизнесу. Мы отдельно это обсуждали с темой правительства, на совете округа. И надеюсь, что и в дальнейшем меры, которые принимаются, будут способствовать не только скорейшему выходу из создавшейся ситуации и преодолению техникативных последствий, связанных с обремонтительными мерами, но и позволят быстро и эффективно развиваться». В рамках рабочего визита Полпред также посетил школу в микрорайоне Новая Самара. Сейчас она находится на стадии внутренней отделки помещений. Большая часть работ уже выполнена. Школа рассчитана на одновременное обучение 1200 учеников. Она включает в себя 40 учебных классов, медпункт, пищеблок, учебно-спортивный комплекс, актовый зал и библиотеку. К концу года школа должна быть полностью готова. Значимым событием стало вручение ордена Александра Невского федеральному инспектору по Самарской области Юрию Рожину. Вручил его полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Согласно тексту указа, подписанного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, награда вручена Юрию Рожину за многолетнюю добросовестную службу. И к теме коронавируса. За сутки в регионе подтверждено 57 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 27 в Самаре, 3 в Тольятти. Всего в регионе зафиксировано 6135 случаев коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов. Масочный режим в регионе продолжает действовать. Сотрудничество на благо истории. Корпорация Тольятти Азот думает не только о будущем, но и помнит прошлое. Компания передала парковому комплексу истории техники имени Сахарова 2336 килограммов краски. Белую, серую и салатовую. С помощью этой краски сотрудники комплекса обновляют внешний вид экспонатов. Подробности в нашем следующем сюжете. Это боевой железнодорожный ракетный комплекс «Молодец». Уникальная разработка советских военных конструкторов. На боевое дежурство он заступил в 1987 году. БЖРК – это специальный железнодорожный состав, имитированный под рефрижераторы. В его вагонах размещались межконтинентальные ракеты и командные пункты. В 1994 году от использования БЖРК отказались, и один из составов попал в наш музей. Благодаря краске, которую передал Тольятти Азот, комплексу удалось вернуть исторический вид. В нашем городе, в парке имени Константина Григорьевича Сахарова, находятся эти экспонаты. И в последнее время они выглядели не совсем блестяще. И вот благодаря нашим ярким партнерам, корпорации «ПАО Тольятти Азот», мы получили то средство, которое позволяет омолодить наших ветеранов и придать им присущий им бодрый вид. А вот красавец-бомбардировщик Ту-16 «Барсук». Советский тяжелый двухмоторный реактивный многоцелевой самолет. Серийный выпускался с 1953 по 1963 год тремя авиационными заводами. Состоял на вооружении СССР, России и государств СНГ на протяжении 50 лет. Его уникальный внешний вид удалось также восстановить благодаря огромной помощи Тольятти Азота. Это тысячи квадратных метров поверхности. Я думаю, что многие еще десятки тысяч наших посетителей смогут прийти, посмотреть и безопасно насладиться внешним обликом и экстерьером этой техники. Также благодаря подаренной краске обновили разметку на парковке перед главным входом в парковый комплекс. Мы передали музею Сахарова 2336 килограмм краски различного цвета, в основном серой. И уже в этом году коллеги начали реставрировать экспонаты, что безусловно радует, потому что это уникальное место, это уникальный музей, крупнейший музей техники в Европе. И экспонаты некоторые тоже в единичном экземпляре, поэтому очень важно сохранить их для потомков не только жителей города Тольятти, но и нашей страны в целом. На этом работы по благоустройству территории не заканчиваются. В планах у сотрудников паркового комплекса покрасить два километра ограждений. В целом, благодаря помощи Тольятти Азота в год удается восстановить порядка 50 экспонатов. И сотрудничество в этом направлении будет только укрепляться. Я уверена, что это не последний наш совместный проект с музеем Сахарова. Будем только надеяться, что он его рано или поздно откроет и жители нашего города и туристы смогут посещать это замечательное место. Иван Шумилин, Александр Туровский. Новости Тольятти. И к другим темам. Погода внесла коррективы в сдачу единого госэкзамена. В связи с аномальной жарой родители выпускников начали беспокоиться за самочувствие своих детей. Жители региона обратились по этому поводу в Министерство образования и науки Самарской области. Условия проведения экзамена по химии в 58-й школе оценила руководитель Тольяттинского управления Министерства образования Ирина Качукина. Подробности у моих коллег. В один день 6 тысяч выпускников Самарской области сдают общество знаний и около 2 тысяч химию. В пунктах соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора. Замер температуры, контроль за социальной дистанцией. Работают приборы для очистки воздуха. Выдаются маски и перчатки. Также в классах организовано видеонаблюдение в режиме онлайн. Для непрерывного контроля за процессом привлечено более 230 членов государственной экзаменационной комиссии и 110 общественных наблюдателей. Погода, к сожалению, нас не балует. Достаточно высокая температура. Но принимаются все возможные меры, которые можно сейчас сделать для того, чтобы ребятам было комфортно. Но прежде всего это проветривание, и причем ночное проветривание. Влажная уборка перед экзаменом помогает снизить температуру в классе. От солнца ребят спасает защитная пленка на окнах. Все аудитории находятся не на солнечной стороне, а три аудитории, как уже было сказано, куда попадают прямые солнечные лучи. Солнце движется так, что в 10 часов, когда детишки уже приходят, то прямые солнечные лучи уже не достигают этих аудиторий. На время ЕГЭ в пункте дежурит медик. Врач готов оказать срочную помощь по первому требованию. За состоянием выпускников внимательно следят общественные наблюдатели. Очень спокойно. Организаторы подходят с вниманием каждому ребенку, создают вот такие комфортные условия, что действительно напряжение, которое есть во время экзамена, оно снимается. В связи с погодными условиями, ребятам рекомендуют приходить на экзамен в легкой одежде из натуральных тканей. Желательно с утра позавтракать и принести с собой воду или шоколадку. Основная волна ЕГЭ продлится до 25 июня включительно. Юлия Владимирская, Евгений Черемин, Новости Тольятти. Хрупкая, но очень смелая. В Тольятти вручили благодарность сотруднице банка Анне Саловой за помощь в задержании мошенников. Главный полицейский Тольятти Хирула Ахмедханов поблагодарил девушку. От всей души, отражаю вам большого благодарности. Спасибо вам за то, что вы так отреагировали. На прошлой неделе в офис банка обратилась пенсионерка, которая хотела снять крупную сумму денег и передать ее якобы сотрудникам пенсионного фонда. Работница банка за подозрив мошенничества незамедлительно сообщила об этом в полицию. Преступников удалось задержать по горячим следам. Мы в рамках проводимых профилактических мероприятий проводили соответствующие инструктажи и доводили информацию в кредитно-финансовых сферах, то есть в банках. Это операционистов в плане того, чтобы если придут пожилые граждане и будут снимать какие-то большие суммы денег, 150 тысяч рублей, чтобы они обязательно в порядке проинформировали, прежде чем выдать эти деньги, нас, сотрудников полиции. После чего мы приезжаем, разбираемся в причинах снятия этих денег и определяемся, есть там преступники за ее спиной, нет ли и так далее. Выяснилось, что этими сотрудниками пенсионного фонда были молодые люди, два парня и девушка, которые привезли ее на машине, но благодаря мужчине, который успел сфотографировать, преступников задержали и денежные средства бабушке не выдали. Жара не помеха, когда речь идет о воплощении своей мечты. В Тольятти на своем велосипеде приехал юный путешественник из Нижнего Тагила. Он преодолел уже свыше тысячи километров. Наша съемочная группа пообщалась с отважным путешественником. Это Иван Скомарохов. Он родом из Нижнего Тагила и ему всего 21 год. На своем старом шоссейном велосипеде Иван отправился в путешествие по России абсолютно без денег. Велосипед путешественника старше его более чем в два раза. Железному коню Ивана 48 лет. Это ХВЗ 1972 года, модель Б-555. Я то есть прочитал у него, увидел то, что он шоссейный, что раньше на нем соревнования проходили, что на нем легче по трассе двигаться. Все, больше мне ничего не надо было. Главная цель Ивана добраться до Сочи, чтобы первый раз увидеть море. До Тольятти Иван добирался три недели и за это время он преодолел около 1200 километров. Путешественник побывал уже во многих городах. За это время Иван обрел много новых друзей, которые, по его словам, ждут его на обратном пути. Но у юноши немного другие планы. Я больше чувствую себя комфортно в дороге. То есть я вот, когда выезжаю на трассу, все, вот понимаю, что это вот мое прям. То есть я могу здесь хоть что делать. Ну природа, блин. Я тут могу поваляться, там костер развести, там ничего не приготовить. Дмитрий Мазуров, Владимир Никитин, Новости Тольятти. А теперь о погоде на завтра. Рубрику представляет салон, Штор Аллегра. Хорошие ткани по низкой цене. Шторы Аллегра. Хорошие ткани по недорогой цене. Бесплатный пошив в Тольятти. Телефон 8-987-444-4469. Акции, облигации, валюта. Пусть другие разводят руками. Камон.ру от брокера Финам. Готовые инвестиции по подписке. Не надо ждать курьера или ходить в офис. Профессиональные трейдеры уже отобрали инвестиции за вас. Выберите и подпишитесь на портфель, исходя из ваших целей. Переходите на камон.ру. Финам. Помогаем зарабатывать. Поехать на дачу в электричке, чтобы отвечать на вопрос «Твоей маме зять не нужен? Себе дороже!» Ситимобил. Таксипортация за город. Себе дешевле. И на этом все. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте вастово.ру и в мобильном приложении Тольятти-24. В студии работала Татевик Бабаян. Всего самого доброго и хороших новостей. Татевик Бабаян.